Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем эфир. Эфир бизнес-канала, вы знаете, да, длится он два часа. Собственно, первый час закончился, мы обсудили, что происходит на финансовых площадках. Ну а теперь самое время поговорить о том, как выглядит бизнес в России, встретиться с успешными бизнесменами, что мы делаем, собственно, каждый эфир. Но сегодня есть некое, я бы сказал, техническое нововведение в нашем эфире, поэтому я, прежде всего, если позволите, представлю сегодняшнюю соведущую. Сегодня и каждый вторник, Тань, да, обещаете мне, что это будет каждый вторник? Обещаю, да, да, если пробки не помешают. Ну будем надеяться, по крайней мере, для этого сейчас много всего нашими властями делается. Итак, друзья мои, по вторникам, сегодня и по вторникам в студии бизнес-класса будет моя соведущая Татьяна Гурова. Первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Таня, добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы приехали. Вдвоем попроще. Ну а напротив нас сидит наш гость, да, представитель этого самого успешного российского бизнеса. И с удовольствием я его представляю. Это Дмитрий Дыльнов, генеральный директор фонда «Лайф франчайзинг». Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и тему сразу озвучим. Мы говорим сегодня о бизнесе по франшизе, как начать, где взять стартовый капитал. Кстати, тоже очень важно, наверное, да. Затеваю новый бизнес, главное, или первая проблема, а где взять на него денег. Потому что все остальное более-менее понятно, а вот денег нет, не хватает. Да, 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 это проблема бывает часто. Ага. Ну и последнее приготовление, уважаемые слушатели, информация для вас. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Вы можете позвонить нам в прямой эфир, задать свой вопрос Дмитрию, либо написать на сайте, и мы его озвучим. Ну и, собственно, Дмитрий на него ответит. Да, конечно. Все, мы все готовы, да? Таня, готовы? Да, готовы. Дмитрий готов? Да, я готов всегда. Давайте начнем. Ну, смотрите, здесь можно двумя пойти путями, да, либо мы сначала поговорим о том, чем у вас фонд занимается. Было бы интересно, да, как вы, собственно, до этой мысли дошли и как это сейчас выглядит, этот процесс. Либо мы обратной стороны, мы будем говорить о том, что вот наличие малого бизнеса или развитие малого бизнеса требует определенных технологий, одна из них это франшиза. Ну, я бы начал именно с, все-таки с малого бизнеса, начинать надо с главного, именно ведь франшиза и франшиза как бизнес-технология, это именно, конечно, направлено на развитие малого и даже зачастую именно мелкого бизнеса. Я именно, может быть, о нем бы говорил. То есть, смотрите, мы говорим малый и средний бизнес, да, а тут оказывается еще есть малый и мелкий. Ну да, просто на самом деле то, что является малым бизнесом для Москвы и столичных городов, хотя их не так много, является крупным и даже очень крупным бизнесом для регионов. А наши деятельности, нашего фонда, ну и собственно мои устремления направлены прежде всего на регионы. Для Москвы тогда отсюда это будет казаться именно мелким бизнесом. Но именно этот мелкий бизнес и во многих разных экономиках кормят страны. То есть этот мелкий бизнес привносит свою долю ВВП примерно там от 50 до 70 процентов ВВП. А у нас в стране, ну по некоторым исследованиям, я уже не знаю насколько они точны, это 25 процентов ВВП дает малый и средний бизнес. А мы говорим, что средний бизнес достаточно может быть крупным. Вот, и поэтому вот эта планка в 50-70 доли вклада в ВВП кажется вообще сейчас непреодоримой. На самом деле она нормальная и как раз она-то и являет собой то, что может для государства являться палочкой выручалкой в плане быстрого роста, в плане продвижения и экспансии вообще в мире. А кстати вот мысль такая, что надо в регион посмотреть прежде всего. Вам как бизнесмен, она почему пришла в голову? Ну во-первых это благородно прежде всего с человеческой зрения, на мой взгляд. Потому что да уж регион действительно сейчас чувствует неопонятно. В принципе то конечно подоплекой вот и благородной задачи, которая стоит перед фондом, передо мной лично, перед нашим сотрудникам, конечно хотелось бы поучаствовать в развитии малого бизнеса в России. Конечно хотелось бы создать, хоть как бы это ни звучало громко, определенное явление, явление с большой буквы, то есть движение, может быть в какой-то части моду. Вот это то, что не хватает сейчас России. Я прошу прощения, а моду на что? Моду на предпринимательство. На то, чтобы работать, чтобы работать было модно, сейчас это не так. Моду работать на себя, при этом как бы эту эго не вот в то, не то плана там 90-х годов, когда ты в красном пиджаке и так далее, ты вот типа крутой. А это именно эго, когда ты кормишь себя и еще вокруг себя несколько людей, ты независим в принципе в целом от социальной политики государства. Нет, ты работаешь в государстве, конечно государство должно регулировать и ты должен работать по правилам игры. Это да, это и суть его образования как такового. Но идея в том, чтобы именно быть предпринимателем. И вот это мне кажется большая глобальная проблема для России. Конечно мы можем говорить, что это ментальная проблема, это у нас в крови. Мы будем так говорить. Наверное так и есть, но мне хочется верить, что все-таки это все временно, это ситуативно и может к сегодняшней ситуации. Ну хорошо, а люди, которые в регионах вот с вами общаются, они вас понимают, они на этой же волне с вами? Вот как раз я хочу сказать, что в регионах-то еще меньше предпринимателей. Я именно хочу сказать, что деловых полно. Вот таких в пиджаках? Да, отдельных мало. То есть реально людей, которые могут взять на себя риск, взять на себя ответственность, мало. И вот даже, я тоже помню еще такую статистику, говорят, что в России приходится на тысячу человек там шесть предпринимателей. Ну мне даже кажется, что она завышена. Вот настоящие предприниматели, не те, кто делает микрофирмы, отмывает там деньги и так далее. А мы реально что-то спахивают, производят, даже торгуют. Какая суть разницы, они что-то дают вокруг себя, что-то производят. Это какая-то невозможная цифра. Шесть процентов, меньше процентов, не может быть. Это слишком оптимистично. Мне тоже кажется. Но это вот приводит, там Росстат, а при этом приводит среднюю по разному экономику по Европе, это где-то 35-40 человек на тысячу. Ну то есть в шесть, там, в семь раз больше. Вот это тоже показатель разницы государства. А все-таки о каком масштабе бизнеса идет речь? Миллионах рублей. Ну пока это на самом деле не очень большой. Мы хотим нарастить... Нет, не вашего бизнеса. Бизнеса, с которым вы работаете. Вот тот самый мелкий, да? То есть мелкий бизнес это сколько? Нет, ну даже же сейчас там. Вот недавно я видел такую информацию, что после ввода, значит, дополнительных страховых взносов и обложений малого бизнеса под налогами, государство недополучит 4,1 триллиона рублей. То есть это только налог. То есть все-таки это идет о триллионах рублей. Нет, нет, я имею в виду компания, с которой вы работаете. Какой годовой оборот она имеет? Компания, с которой мы работаем? Тогда надо... Уменьте в виду, да, вот эти вот франшизные компании. Ну чтобы понять, что такое ваш типичный клиент. А, ну это достаточно крупные компании. Это могут с оборотом быть примерно там 10-20 миллионов в год долларов и рублей. Вот, но дело в том, куда мы конкретно соинвестируем. Это как раз небольшие компании, которые могут ввести оборот 60 миллионов рублей в год. Ну вот такая. Это то, что как раз подпадает под мелкий бизнес, то, что подпадает под налогообложение упрощенное, когда до 60 миллионов в год выручка происходит и так далее, генерится. Ну они разные бывают, понимаете. Если брать ресторанный бизнес крупных, там, кофейный или там, а-ля ресторанный, это достаточно дорогой бизнес. Запустить его нужно порядка 20 миллионов рублей. 15-20. А там как-то по трослям вы не делите так сознательно, да? Просто есть желание, значит, работаем. Нет желания? Тогда надо начать именно нас, может быть, чуть отступить назад. Давайте. Потому что в чем суть? Что не хватает? Мы говорили, что не хватает в стране предпринимателей. Однако нам кажется, что есть часть предпринимателей, но они латентны на данный момент. Ну то есть они еще не знают, что они готовы. Или они знают, но боятся. Боятся по разным причинам. Боятся вести бизнес в России. Ну они наслышаны, что предприниматели наезжают на логово и так далее. А также боятся брать риски, потому что думают, что до конца их не знают. Я прерву вас, Дмитрий. Сейчас у нас пауза. Мы слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжаем наш эфир. Итак, друзья, продолжаем. Мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Моя сегодняшняя соведущая Татьяна Гурова. Первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт». И в гостях у нас Дмитрий Дыльнов, генеральный директор фонда «Лайффранчайзинг». Говорим мы о бизнесе по франшизе. Ну, я все-таки подчеркну, мне очень понравилась эта идея, что мы сегодня говорим не просто о малом и среднем бизнесе. Мы говорим о... Мелком и малом. О микробизнесе, да, если можно так сказать. О мелком и малом можно так говорить. О мелком и малом. Дима, секунду, я напомню еще раз. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Жами слушатели, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну и продолжим. Продолжим. Так вот, перед рекламной паузой я начал говорить о том, что жалко, не хватает России предпринимателей. Ну, они должны появляться, они все-таки есть. И страна сейчас интегрирована в мировую экономику. Должны они появляться, я надеюсь. Так вот, самый простой путь стать предпринимателем, это начать именно с лицензионного бизнеса. А это лицензионный бизнес, это и есть то, что сейчас называется франшиза. То есть франшиза, в переводе с французского, это право, лицензия на что-то конкретное. То есть предприниматель как бы подключается к готовой бизнес-модели, ведение бизнеса входит в эту семью, на возмездной, конечно же, основе платит тому, кто это изобрел франчайзеру, определенные деньги, роялти. Да, он еще делает вклад туда, то, что называется паушальным взносом за право вступления в эту систему. И фактически является, имеет право на марку, ну или в большем шире, вы понимаете, на бренд того или иного бизнеса. Ну, обязуется выполнять стандарты его, и, собственно, ну это бизнес его. Вот это очень важная вещь. Это его бизнес, и в принципе он может его продать, подарить, отдать сестре, брату и так далее. В принципе это все. И вот это очень большая, важная штука. То есть любой бизнес, большой даже глобальный, зачастую начинался с лицензионной сборки, будь то автомобили в Корее. Дим, если позволите, смотрите, нет ли здесь, на мой взгляд, по крайней мере, некого парадокса? С одной стороны, мы говорили в самом начале, что нам нужно возрождать или, я не знаю, приобретать изначально, да, дух предпринимать. То есть человек изначально, вот он где-то внутри понимает, что я могу, я, у меня есть некий, да, потенциал для этого. В конечном итоге, во что это переродится, этот потенциал? Что у меня появляется некая идея, потом у меня появляются, да, некие возможности, технологии и так далее и тому подобное. А вот эта вот история с франшизой, она не выглядит так, что я сижу, сижу на диване, чем бы мне заняться? Да, бы с особых мыслей нет. А вот, а вот у него, пойду-ка я к нему там присоседюсь, что называется, авось пойдет. То есть дух-то вот здесь появляется и все же. Да, появляется. Вот это очень важный момент, который я хотел дальнейшем и чуть затронуть, может быть, более, так сказать, подчеркнуть. Детально, более детально. Детально, более значимо. Так вот, но при этом, когда ты взялся вдруг делать лицензионный бизнес, при этом риски предпринимательства, они просто уменьшаются, но не отрицаются. Риск найти конкретных людей для исполнения твою команду, риск найти хорошее место, он остается. Он уменьшается, тебе подскажут, но он остается. Риск развить это дело тоже остается. Но главное, для чего хорош, и чего не хватает стране, да и миру сейчас, на самом деле, предпринимательству, чем хорош лицензионный бизнес, он дает возможность себя выделить для микроинноваций. Для микроинноваций. Потому что все хотят, многие хотят сделать крупную инновацию. Изобрести Google, сделать Apple, запустить космический корабль. Давайте мне точку опоры, я сейчас все наворочу. Я тут все сделаю, только мне нужны деньги, бабки. Очень часто, именно через микроинновации, улыбка, обслужил, положил так вот салфетку по-другому, добавил какой-то ингредиент. Я покупаю франшизу, мне там скажут, меня смирно поставят и скажут, так, вот так вот улыбаться, так не улыбаться, смотреть влево, вправо не смотреть. Разве не так? Вот не так. Как раз франшиза отличается просто от дистрибьюции прямой, когда тебе говорят, вот эти только так вот, стой, вот эти вот только ботинки продавали, нормальная франшиза. На 70% по идее должна стать и стандартов, а на 30% позволять танцевать с бубном салфом. То есть создать лояльность к своей точке коммерческой, это задача как раз именно франшизи того, кто купил франшизу. И он имеет право, и в этом смысл глубокие франшизы. Это и есть та технология, которая дает развитие и правообладателю крупнейшего, потому что появляется много мелких собственников, которые допривносят, если это правильно делать, инновации, которые сразу же можно брать в виде стандартов, лучшие из них, и опять же распространять по системе. Лучшие франшизы, ну и опять сейчас будут рекламки, там, Макдональдс и так далее, и делают именно так. И если вы бывали, опять же, там без рекламы, вот в этой бургерной, правильно говорить. Не буду рекламы, вот в этой бургерной, да, скажем, в Риме, и там, не знаю, в Японии, или в США, вы увидите, что там, да, есть там один главный бургер, или там даже три, но есть там то, что вкусно по рынку, то есть то, что добавляется. Вот это и есть инновация. То, что добавляется с точки зрения национального качества. Да, да, ее придумывают как местные менеджеры, местные предприниматели. Эта идея понятна. А как вам пришло в голову продвигать именно этот бизнес, как банковский, как финансовый бизнес? Да, он не банковский. Ну, вы не банковский, а финансовый. Ведь нам рассказали, да, что у вас есть опыт работы именно в банковской сфере, и вдруг вы занимаетесь... Да, что вы увидели в Саратове, как вы увидели, что спрос на это будет? Ну, да, я на самом деле саратовский, родился в Саратове, и там работал много, как локация, но на самом деле я там работал по всей стране, у банка «Экспресс-вол», который я там возглавлял. У нас филиалов в 15 регионах, там, начиная от Кирова заканчивая, там, Ставрополь и тем же Сочи. Но вопрос в том, что мы увидели. Увидели, что как раз сейчас банки не могут поддержать развитие франчайзинга. Не могут, даже не франчайзинга, а не могут. Ну, бизнеса в целом, наверное. Нет, стартапов не могут. То есть, вот еще чем хорош франчайзинг, это стартап, часто с нуля бизнес, ничего нету, начинаешь, берешь бизнес-модель и так далее. Банки в силу регулирования сейчас не могут, они создают резервы дополнительные, большие, на новый бизнес. Это практика наша. И все это становится дорого и невыносимо. Поэтому, в общем, для того, чтобы развить бизнес, видимо, нужен такой глобальный коммуникатор на рынке, который, с одной стороны, имеет свою историю, а мы, как банковская группа, которая является акционером этой темы, за ней есть шлейф, трек-рекорд, скажем так. Что, что мы делали, не обманывали, там, по-честному и так далее. И, с другой стороны, взять лучших представителей франчайзинга, с которыми мы понимаем бизнес, чей мы их понимаем, и мы так и сделали. Провели свои собственные стресс-тесты их коммерческой модели и так далее. И если еще найти хороших людей, а мы находили таких людей, потому что группа Life открыла очень много точек. Просто банковских, там их у нас под 800 по всей стране. То тогда, собственно, мы можем предложить одним, то, что будем соблюдать стандарты, потому что за нами есть след. А тем людям, которые франчайзи, могли предложить то, что добавим мы денег, возьмем часть рисков на себя, и их никто не обидит, если они хорошие. А спрос-то есть? Да, спрос велик. А что такое велик? Ну, я скажу, что наш сайт посещает 14 тысяч человек в месяц. Ну, это, я имею в виду... Посещает, это одно дело. Посещает, смотрит, да. Но дело в том, хорошо, заявок приходит где-то порядка трех тысяч в месяц. Но из них... А заявки на что? Заявки именно на ведение бизнеса, выяснить, прояснить и даже подписать договор. У нас там технология договор. Сначала подписываешь договор о намеренных с нами, что ты начинаешь работать, искать, берешь себе определенные обязательства. А потом уже, собственно, договор о том, что мы готовы вместе с ним создать предприятие, которое станет делать как раз лицензионную сборку того или иного, на иной концепции, того продукта. То есть вы функционируете, насколько я поняла, с конца 12-го года. Нет, мы реально... То есть вы начали выдавать... Нет, мы начали выдавать реально в мае этого года. То есть мы переделали продукт, мы его идеологии изменили. Сначала была такая вот она идея просто кондовая. То есть да, вот если бы неплохо этим дать, но это кредитование. Сейчас мы как раз делали следующее. Мы взяли, берем на себя с правильными людьми большую часть рисков, и мы являемся еще и аккумулятором некого опыта нашего собственного ритейлова, который мы тоже даем людям франчайзи. А франчайзеры с нами чувствуют себя спокойно, потому что на рынке, если еще вернуться к этому, есть недоверие между франчайзи и франчайзерами. Для франчайзи франчайзер часто выступает неким сказочником. Он говорит, купи мою франшизу, это правда, таких много, завтра ты будешь отдыхать на Бали и вообще не работать. А это зачастую неправда. Вот, вы посмотрите наш портфель, с кем мы работаем, буквально 6-7 предприятий, кого мы проверили. Дим, прервуй, мы сейчас прервемся, послушаем интересную историю, а потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам-ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему бизнеса по франшизе. В гостях у нас Дмитрий Дыльнов, генеральный директор фонда Life Franchising. Ну и я еще раз напомню, что сегодня со мной соведущая Татьяна Гурова, первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну что ж, Дмитрий, вот важные, много важных вопросов за эфиром, как обычно это бывает у нас, это не возникло. Ну давайте с какого начнем. Расскажите о вашей фильтрации, да, вы неоднократно повторяете, нам правильные люди, мы только с ними работаем. И франшизы не все мы рассматриваем, да, потому что вот с этими мы свяжемся, а с этими мы не свяжемся. Как понять? Да, наша бизнес-модель как раз и предполагает наличие, ну да, грубо сказать можно, неких фильтров. Собственно, это и есть соль модели, и это есть часть управления рисками. Потому что, конечно, со стороны, если и этих фильтров не было, можно сказать, что наше предложение сказочное там. Оно такое, что хочешь бизнес по франшизе? Получи. На тебе 90%, а ты все лишь несешь 10 и делай, и завтра будет классно. На самом деле, конечно, здесь все реально, реально жизнь, она жесткая, но в то же время, если правильно составить себе план, который лучше, чем вообще отсутствие любого начертания, и, в общем-то, принять некоторые аргументы и некоторые стандарты, то можно, соответственно, стать успешным. Мы и предлагаем стать успешным. Но чтобы стать успешным, это, как и в спорте говорят, хочешь стать чемпионом, смотри, как тренируются чемпионы, да? Надо работать с успешными компаниями и с успешными людьми. Ну, опять же, лозунг не нов. Что мы делаем? Мы на основе нашего банковского раннего опыта, я банкир, вся команда у нас так или иначе была либо в банковском, либо там в коммерческом бизнесе. Мы оцениваем, делаем стресс-тесты, наши есть там считалочки, финансовые модели, мы смотрим глазками, спрашиваем клиентов и так далее, оцениваем те франшизы, франчайзеров, правообладателей, которые есть на рынке. И на основе модели построения по каждой конкретной точке мы смотрим худшую, лучшую точку и так далее, оцениваем. На нашем сленге называется, летает экономическая модель точки или не летает. Ну, то есть, является ли нам прибыльным? Потому что многие точки и многие концепции являются прибыльными, но там не платят налогов или они в сервис. Сейчас, значит, платить налоги и платить нормальную зарплату, то получается, что она уже не вылетает. Такие нам тоже не нужны. Таким образом, мы потихонечку выбрали, отобрали. Они у нас есть на сайте LiveFranchising, вот, на самом деле там www.fundfranchising.com, они у нас там представлены. Это те, которые мы, как эксперты, приняли в свой деловой парфейн. Их сколько там, так? Их сейчас семь. Семь штук, да? Да, семь штук, вот, не буду их называть, чтобы не было прямой рекламы. Не, называть не надо, но там просто интересно, это бизнес связан с чем? С продуктами питания? С продуктами питания, одежда, ну, наверное, скоро появятся там услуги еще вот, есть заявлены и так далее. Но факт то, что весь этот бизнес успешный, то есть мы знаем, как его сделать успешным. Конечно. Более того, я когда приду к вам, да, попрошусь, возьмите меня в правильные люди, я хочу, да, этот бизнес засеять. И я вам поверю, ведь вы мне не посоветите. Вот это очень важно, что... Конечно, конечно, потому что я в этом случае беру, ну, как даже, вы берете обязательства, да, вы берете передо мной обязательства. И вот это очень важно, да. Конечно. Мы говорим именно то, что действительно можем доказать и можем показать. Ну, так многие, на самом деле, говорят и банки, и предприятия, но в данном случае это действительно так. И мы потратили там год на то, чтобы там выбрать первых, скажем так, хедлайнеров этого бизнеса для продвижения не именно их франшиз, а именно наша суть, наше коммерческое предложение, продвижение успешного бизнеса. Но для того, чтобы его развивать, нужны правильные люди. Вот я к этому перехожу. Что это такое? Это люди, которые, даже не являясь бизнесменами, являются людьми дельными. Они могли работать даже наемными работниками, так часто, менеджерами, топ-менеджерами, средним менеджерами или даже управляющими в каком-либо кафе. Но у них есть успех по своей линии. Если он был управляющим своим кафе, скорее всего, его кафе по внутренней системе было одной из лучших. То есть он молодец. Был бы он, значит, бизнесменом, скорее всего, его бизнес там успешный и есть на нем определенный трек-рекорд след за человеком. Мы, так как мы банковские опять корни, имеем хороший доступ к информационным ресурсам. Умеем мы искать от человека данные. Ну, например, вот вы из трех тысяч заявок выбрали 60. Где сейчас еще данные ищутся? В фейсбуке? Да, все правильно. Вот один самый хороший из ваших клиентов. Что он? Кто он? Самый хороший у нас клиентов? Ну, без фамилии. Без фамилии, да. Ну, их вот несколько, их вот сейчас даже 20 отличных ребят, они из разных, хорошие парни из Тамбова. Просто предприниматель, который до этого там просто торговал, наторговал, а сейчас решил, что... А торговал и на рынке, да? Да, на рынке, просто то, что называется там... Палатка у него была. Да, корабейник. То есть вы посмотрели его обороты, его связи, я не знаю, его ассортимент, что... В глаза, я думаю, заглянули, да? Это само собой. Блезг, да. Мы, да, поговорили с ним. Мы протестировали его. Есть такие технологии, называется assessment, то есть несколько заданий было дано, на которые он ответил. Как будто, если бы я принимал себе на работу человека, хорошего спеца. Во многом это похоже. Но, тем не менее, тут очень большая разница, я его не на себе на работу принимаю, мы с ним заключаем партнерство, и это совсем другое. То есть мы видим профессиональные качества, смотрим, что за ним было, было ли такое, что он где-то был в какой-то мутной истории, или не было, и так далее. Кстати, если он был, но он там оказался случайно, его подставил... Смотрим, какие годы, 90-е годы, разбираемся, смотрим, да, такое бывает, подставляли, и так далее. Смотрим, читаем, верим человеку или не верим. Ну, в основном-то работа партнерская, как будто вы хотите закрутить с кем-то брачный контракт, и, соответственно, пройти какую-то хотя бы часть жизни вместе, вот. Зная, что при этом потом твой партнер уйдет и выйдет, и наше обязательство, что мы обязательно выйдем, вот что еще наша суть. То есть мы, даже бизнес будет наш суперуспешный, совместный, мы не останемся как партнера на рынке, мы говорим, мы обязательно выйдем, он будет твой. У нас это заложено в договорах и так далее, мы создаем вместе совместное предприятие, зао, акции, которые он выкупает. Так вот, мы так смотрим. И это, конечно, дотошная работа. Дотошная работа, но, тем не менее, нам удалось по некоторым скриптам, по некоторым, значит, наработкам, мы ее проходим достаточно быстро. В принципе, человек мы за месяц прокачаем, понимаем, пойдем с ним или нет. Так вот, что можно говорить о нашей внутренней культуре, нашей группы, когда у нас есть специальные управляющие, которые берут свой портфель, они, собственно, ведут потом проекты, нравится им человек или не нравится. Если нашему работнику, управляющему, он не нравится, в принципе, мы не заставляем его работать с этим человеком. То есть наш продукт замешан, его рецепт это экономика, финанс и психология. Психология, да. Я бы даже сказал, в большей степени психология. Да, конечно, психология. Как-то вы уж все время в глаза смотрите прежде всего. Это да, это честно. Ну и вот здесь мы говорим, да, человек хороший, нормальный. Конечно, мы можем ошибиться, но все-таки мы говорим о партнерстве. Дима, мы можем ошибиться. То есть какой-то договор о намерениях или там, может быть, уже пошло более детальный, да. Ошибемся, потеряем деньги. Нет, может быть, какой-то испытательный срок, вы его проверяете на протяжении двух-трех месяцев, потом первый транш перечисляете. Ну, можно сказать еще даже детальный, да нет испытания на самом деле. Мы его поняли, человека поняли, нам кажется, что он может быть нашим партнером. Мы говорим именно о партнерстве. То есть его партнер только будет выступать. Не человек сидишь к лицу, а предприятие. Мы договорились. Соответственно, создаем месте в предприятии. И там есть суть в том, что мы являемся мажоритарными акционерами, то есть все-таки владельцами предприятия, как компания, пока он его полностью не выкупит. И здесь, конечно, его обязательство просто морально не потерять бизнес, значит, действует, как говорит старший партнер. Как он его выкупает? По какой схеме? Он выкупает его через покупку акций нашего предприятия, которые, собственно, являются франшизи. То есть мы избрали именно те франшизы, и они потому летают, что, в принципе, генеря бизнес, собственно, не получая ниоткуда финансирование, можно за счет рентабельности предприятия выкупать акции в течение 5-7 лет. Вот что мы и предлагаем. Да, есть там формула. То есть стоимость акций растет за эти годы? Есть какая-то схема? Нет, она не растет в формуле, да, потому что это все-таки не публичное предприятие, но в данном случае, реально, конечно, она растет, но для него он выкупает по той цене, которая у нас складывается на текущий момент. Ну, тут просто говорить, там сложная формула. Формула сложная. Да, на входе. Я про это и спрашиваю. То есть заранее договариваетесь, по чем он будет выкупать через 3-5 лет. При этом, мне кажется, это очень прикольное предложение, потому что, на самом деле, открыв хороший ресторан в хорошем месте, я сейчас ресторан беру, или, не знаю, допустим, прачечную, вот, в нормальном месте, она будет стоить деньги еще больше, чем даже сам кэш, который она генерирует, потому что хорошее место, это уже стоимость собственного бизнеса. Поэтому мы предполагаем, что если правильно запустить бизнес, его капитализация реальная будет нарастать. И, соответственно, а так как мы пропагандируем только белый бизнес, плата налогов, все прозрачно, он уже становится интересен для банков. И через год-полтора к нему обязательно придут и скажут, возьми у нас кредит, там дешевле. И если он решит, что ему дешевле, он выкупает у нас этот бизнес. Это разрешено. Вот в чем дело. Но все-таки, вот сегодня он стоит, положим, 100 рублей бизнес, а через два года он будет выкупать по 100, по 120, по 130, то есть какая заложена норма доходности? Тут нельзя сказать, как через кредит, то есть, ну, если вот привести чуть-чуть к кредиту, скажем, если подойти, потому что все-таки нельзя инвестиции, а это именно венчурные инвестиции сравнивать с кредитом. Кредит, отсрочность, возвратность, платность, а здесь возврат на инвестиции и рентабельность их, и РАР. Вот, но если говорить через удорожание, так, такой подход, то это где-то он должен будет выкупать лет через пять его за полтора, два, две цены, нежели проплитал. А, то есть это высокая стоимость. Ну, достаточно высокая, да, 20-25, если мы проявляем кредиту. Но дело в том, что это именно не кредит, его не надо, и мы не требуем угасить там ежемесячно срок. Срок идет, у тебя бизнес не идет. Не идет, откладываешь, откладываешь. Ты можешь даже не гасить, но просто, конечно, тогда будет стоимость расти, потому что деньги-то работают, а ты его не выкупаешь. Вот на это построена схема. Это что-то близко к бизнес-ангельству, но мы его просто поставим сейчас на основы конвейера. Но, в принципе, если вы где-то запустите стартап за рубежом, тогда тебе придут акционеры и скажут, пожалуйста, я сейчас вложу деньги. А вот, кстати, за рубежом есть такие аналоги? Там все-таки эту роль на себя взяли банки. Там можно прийти и получить деньги на стартап, на открытие магазинчика. Там очень много федеральных программ, где можно взять. Ну и банки на это идут. У нас в силу регуляторных требований, к сожалению, именно финансирование, ну, наверное, исторических стартапов, то есть нуля предприятия, ну, не то, что запрещено, а экономически запрещено. Ну, создать сразу стопроцентную резерву, кажется, что это какая-то схема. У нас принимают в стране, что это схема ТОС, а не действительно открытие предприятия. Так регуляторы сделаны. Поэтому банки здесь выпадают просто. Сейчас есть у банка, у Сбербанка... Ну, государственные программы поддержки, да? Программы есть, бизнес-старты, это очень здорово. Я вообще хотел, чтобы было больше банков. Для нас, как для фонда, это вообще хорошо, потому что мы на их фоне, это другое совсем предложение. Скажите, пожалуйста, а вот у вас фонд, а в фонде есть какой-то выделенный капитал, как бывает у инвестиционных фондов? Как раз акционеры группы Life сформировали определенный там объем денег. И фонд выступает на данный момент, когда мы создали предприятие с этим человеком в правильном франшизе, он выступает один из акционеров. А общий размер фонда вы не оглашаете? Я бы не хотел сейчас об этом говорить, потому что он именно создан фондом, потому что как только появится большой аппетит к этому продукту и, собственно, этой темы в стране, а ее просто не распробовали, ну, это долгая работа и так далее, то в этот фонд могут вступить инвестициональные инвесторы, они привнесут деньги, если они увидят, как это работает. Так поэтому и сделано, конечно. И у них такая возможность присоединиться. Спасибо огромное, Дима. Мы сейчас вновь прервемся. Время послушать новости на Финам.ФМ. Ну, а после новостей продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Последние 10 минуточек, к сожалению, у нас остались. Я напомню, мы сегодня обсуждаем бизнес по франшизе. В гостях бизнес-класса Дмитрий Дыльнов, генеральный директор фонда Life Franchising. Моя соведущая Татьяна Гурова, первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Ну и, наверное, начнем с того, что у нас есть звонок. Послушаем. И наверняка будет вопрос, Дима. Готовьтесь. Отлично. Олег, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. У меня вот такой вот вопрос. Есть ли какие-нибудь возрастные ограничения для покупки бизнеса по франшизе? Нет, возрастных ограничений нет. Есть ограничения, наверное, по здоровью. Все-таки хотелось бы, чтобы человек был деятельный. Потому что, покупая франшизу, с ней надо жить. Не обязательно ты будешь стать застройкой. Даже можно, наверное, директора. Но это все-таки надо этим жить. На это надо тратить энергию. Поэтому особо нет. Потому что, если это даже человек, скажем, в годах, с точки зрения банковского бизнеса, там часто не даем до 70 лет. Я хотел об этом сказать. Кредиты даются. Ну, банки регламентированы. Это уже достаточно, на мой взгляд, понятный и при этом скучный подход. Там по-другому. Хорошо. Ты глава семьи. Тебе 70 лет. А у тебя есть внучка. Давайте вы вместе войдете. Мы посмотрим, насколько он дельный и так далее. Тогда мы рассматриваем круг шире. Вот. Как бы, ну, нету. Нет. Как такового нету. Мы исходим все-таки с правосмысла. Спасибо. Олег, ответили на вопрос? Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо за звонок. Еще раз я напомню. Телефон студии 651099, 6. Код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Ну, что ж, мы продолжаем наш эфир. Ну, вот мне, по крайней мере, показалось, самая сложная, реализуемая задача – это тот самый дух предпринимательский реальнировать как-то. Вот это наш ноу-хау. Нам кажется, что мы, находя правильных людей, умеем их зажигать и вселять, вдохновлять их на собственное дело. Я просто еще хочу раз подчеркнуть, это очень важно, потому что бытует мнение, вот у нас в стране, ну, сейчас, видимо, время такое, онлайн-стартапов, сейчас очень много молодежи бегают, придумывают новые программы, ассистенты и так далее. И это здорово, пускай, но на самом деле это тоже определенный час мода, и часто бывает даже это своего рода тоже бездельничье, потому что делают… Активное бездельничье. Да, активное бездельничье, да, то есть это как просто там, я хочу стать предпринимателем, поэтому я стану таксистом и встану у домодедов, ну, это своего рода тоже, это не предпринимательство, вот, это своего рода просто времяпровождение определенное и так далее. Вот, а что-то ты хочешь привнести свое, ты хочешь что-то добавить, то, что, возможно, еще не знает округа, хотя бы, пусть эта округа будет всего лишь одним двором. То есть я хочу сделать кафе, но и лояльность, оно будет именно мое, именно будут ходить там коллегу к Дмитрию, потому что оно вот чем-то особенным, несмотря на том, что это я видел в других городах, но что-то здесь добавляется. Вот, это я к тому веду, что, значит, франшинский бизнес не для тупых и не можешь их придумать, это, конечно, для тех, кто хочет создать свой свечной заводик. Потому что считается, что многие предприниматели, это те, которые хотят придумать и переделать весь мир глобально, но как раз большинство предпринимателей, так говорит вообще история мира, это те, кто, в принципе, хочет быть более-менее независимым, хотят, чтобы их дети нормально учились, хочет нормально питаться, иметь социальный статус определенный. И во многих странах это бизнес для поддержания штанов, грубо говоря. То есть, и вот, и вы, это хорошо, это хорошо, но эти люди приносят свое, они приносят свой дух, душу. Ну, можно сказать, наверное, те, кто потом глобально переворачивает мир, они все же начинают, да, с элементарных вещей. Так это же нормально, у нас очень много приходит, как бы, примеров того, что в социальных сетях, или там прямые письма у меня есть на сайте, мне пишут, эх, жалко, у вас нету автомобильной мойки, там, допустим, я люблю... А, кстати, почему у вас нет автомобильной мойки? Потому что у нас очень серьезные требования, мы говорили про фильтр, к франчайзерам. Да, как правило, автомобильный... Пока не нашли, хотя бы мы открыли. Ну, он говорит, я вот, у меня есть как раз для мойки и так далее, а мы ему говорим, а ты открой, вот, скажем, не знаю, пару сабвеев себе там, у тебя же есть на это деньги, запусти. А он говорит, я, у меня все это есть помещение, но я, во-первых, не знаю, как это делать и так далее. Мы говорим, вот, ты потренируешься, кстати, на реальном предпринимательстве, а там очень похоже, найти команду, сделать лояльность к своей точке, и можешь это использовать, тот поток денежный, как раз на свой бизнес. Пожалуйста, твори, рисуй. Просто для того, чтобы что-то сделать, нужны ресурсы. И не всегда это только твои творческие энергетические, еще нужны и деньги. И возможно, что франшиза это и как раз ресурс, и денежный, пусть небольшой, но еще и практикум. И вот эта вот твоя штука, поучись, как это делается, посмотри, возможно, ты что-то найдешь новое и сделаешь свое. Мне кажется, это замечательный подход, но он требует работы. Постоянно работать над собой, чему-то учиться, и, к сожалению, вот это не всем, не все это хотят. Зачастую нам именно звонят очень многие те, которые, а как еще работать надо? Мы думали, что у нас есть деньги, я склады сниму, но я думаю, я буду приходить пить кофе в свою гофейню. Ну, кстати, это тоже реализуемо, наверное, да? Ну, найми себе персонал тогда и приходи пить кофе. Думаю, но все-таки он должен переживать и жить за него, то есть он думает, да почему, он ночью не спит, думает, что-то у него научимся. А, то есть он не попадет в число правильных людей, да, с вашей точки зрения? Да, он попадет в тех людей, которые там есть и среди инвесторов, они называют широким посевом, у него достаточно много денег, он бросает везде, где-то выиграется, кот от кубика упадет. Ну, нет, ну, потрачивает там те деньги, которые он может проиграть. Это все-таки нам дело не с игроками. Дело в том, что он что-то хочет дать. И поэтому правильный человек такой, это действительно не тот, кто сидел, может, за стойкой этой кафе, но который сказал, слушай, а у меня будет, я сделаю лучшее кафе в своем районе. Вот все будут говорить о нем и даже будут приезжать из соседних районов, понимаете, даже, а может, и городов. Вот это правильный человек. И он начнет с этого. Скорее всего, потом выкупит, возможно, станет предприниматель, но начнет он с этого, и это очень правильно. Начнет ли он с нами или найдет партнера, там, Татьяну или Олега, там, это другой вопрос, и я считаю, что какая разница. А, кстати, по поводу, начнет ли он с нами или, вот это или, там, оно заполняется сейчас как-то, на ваш взгляд? То есть есть у вас коллеги, да, ну, читай, конкуренты на этом рынке? Нет, у нас нет конкурентов, нет, в общем-то, определенных таких вот вызовов. То есть похожего предложения нет? Вообще нет, оно наше уникальное. А вызов наш главный, это ментальность людей. Это ментальность людей. Но мне нравится, что люди все равно ищут партнеров на рынке, людей сейчас. Это уже хорошо. К нам приходят по двое, по трое, которые сделали определенный пул готовый. То есть мне все равно нравится, что все равно движение в сторону предпринимателей, в сторону, что становятся маленькие свои такие предприниматели. Возможно, как в Франции, булочник, своя булочка, но ее знают все. И свежий круассан. Да, круассанами вот к этому там человеку, ли, одевается вот так вот. Да, Татьяна. Нет, ну, просто кажется, что время наше заканчивается. Еще есть у нас пять минут, слава богу. А вот как вы выбираете то, что вы даете на франшизу? Просто я смотрю, что у вас здесь везде в основном сектор услуг, питание. И компании, которые взлетели в Москве, непонятно, как они себя будут чувствовать в других городах. Мы как раз считаем и берем те компании, которые считаем, что их продукт будет востребован в регионах. А как вы это решаете? Ну, просто наш опыт работы с малым бизнесом, банковский, потому что мы знаем, что, ну, как нам кажется, хотят потребители и так далее. А второе, мне кажется, следующее, что регионы, они хотят иногда часто то, что есть в Москве. И потому что, почему они не могут получать тот продукт, получают москвичи? Здесь есть и такой подход, и это тоже работает. То есть, опять же, тут психология. А я не говорю, что это всегда хороший продукт. Ну, например, в городе Екатеринбурге полно прекрасных заведений, которые кормят. Которые дадут фору и Москве. Которых и нет в Москве, да? Это замечательно. Но если же появится предприниматель, который откроет там по франшизе бизнес и сделает его конкурентным, то тем надо будет становиться еще лучше. Вот в чем вопрос. Дело в том, что зачастую... А почему вопрос тогда такой? Почему вы не хотите превращать франшизу то, что есть уже, например, на Урале? У нас есть такой план обратный. То есть, заворачивая франшизу, успешные микропроекты или локальные проекты. Но это требует несколько других компетенций. У нас сейчас люди заточены. В будущем мы, наверное, это будем делать. Но мне кажется, все равно это делал сам предприниматель. Но вопрос в том, что как раз управлять ростом не могут не все. А управлять двумя трех точками или создать 10 или 15, это совсем другие компетенции. Это совсем другой подход. И я еще раз повторюсь в конце, что мы как раз продвигаем именно не франшизы, а успешный бизнес. Вот это очень важно. Поэтому мы выбрали все-таки то, что нам кажется реализуемо. Еще есть время, Дим. Спасибо огромное. Давайте Михаила послушаем. Он звонился до нас. Михаил, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Дмитрий, будьте думы, подскажите, пожалуйста. А только на территории России можно в ваши франшизы продвигать? Или, допустим, в Украине? Да, Михаил, только в России. И вот, знаете, у меня есть так называемая кнопка на сайте, написать письмо лично Дельнову. Можно писать и так далее. И вот мне почему-то очень пишут с Казахстана, с Украины, с Литвы, Латвии. Говорят, вы почему не открываете? Мы в одном таможенном союзе и так далее. Но дело в том, что наш продукт, он как бы понятный и простой снаружи, но внутри это очень много договоров, построенных на нашей юрисдикции. Это ЗАО и так далее. То есть, понимаете, мы сделали... На российском законодательстве. То есть, это как телефон, который вот разговаривает легко, а сейчас разберешь, там много микросхем, и они вот локальные сборки. Понятно. Вот, и нам... Я хотел бы пойти, действительно, запрос огромный из Казахстана, и там, получается, мне даже накажут, там люди предприимчивы, чем в России. Такое есть ощущение очень часто, кстати. Да, такое ощущение. Вот, но нам надо проанализировать их, все-таки, их законодательство на предмет возможности предложения такого. Но все равно мы будем делать после того, как... Это в планах или просто сейчас Михаилу отвечает? Если бы хотелось бы что-то сделать для России, вот это просто еще и свербит. Все-таки запустим здесь. Пусть хотя будет, ну, пускай их 100 будет проектов успешных. Ну да, потом уже там уже на сайте. И думать о соседях. Главное, пока они российские, да? То есть, это задача. Да, так что только в России. Я понял. Дима, смотри, спасибо огромное. Я, кстати, резюмирую нашу сегодня беседу. Подчеркнул бы, что с нами сегодня в студии был Дмитрий Дыльнов патриот, прежде всего, наверное, да? Ну, вот... Хорошо, без пафоса, без пафоса, ладно. Без пафоса, сделай что-то. Но тем не менее, это читается. Спасибо огромное. Итак, Дмитрий Дыльнов, генеральный директор фонда Live Fright Chasing, был сегодня в студии бизнес-класса. Мы обсуждали тему бизнес по франшизе. Ну, все понятно, все более-менее доступно было. Еще раз я с удовольствием представлю мою соведущую. Татьяна Гурова, первый заместитель главного редактора журнала «Эспер» помогала мне вести сегодняшний эфир. Дим, два слова буквально. Да, я хочу сказать спасибо финалам радио, потому что здесь действительно вы в теме, вы специалисты, эксперты я читаю, так что здорово, когда общаешься все-таки на одной волне. Спасибо. Спасибо, спасибо вам и всего удачи нашим радиослушателям. Пусть все получится. Спасибо, уважаемые слушатели, до свидания. Успехов в бизнесе, до завтра. Всего хорошего.